Добрый вечер! Ишла размова сёння подчас сустречи керавництва управления ховы здоровья Абллы-Канкама с простойниками замежной делегации. Под обязанностей ведая Марина Северьянова. По коллегам это только будовничная пляцовка. А у худким будущим, бо пытание находится на контроле у президента, тут явится новый корпус областной детячей клинической больницы. Сродки – с республиканского и местных бюджетов. А вот с оснащением сучасным обсталеванием обещают и помогшие замежные коллеги. У приватности – японские. Японская сторона с восторгом восприняла строительство детского корпуса семиэтажного, который уж неоднократно мы обсуждали, свящали в прессе. И надеемся на их помощь в части его оснащения этого корпуса высокотехнологичным медицинским оборудованием. Так что мы, конечно, в очередной раз искренне признательны и благодарны японской стороне. Супрацовництво Гомельшины с краины у заходящего солнца каля 30-ти годов. На ураце треба тлумачить, але миновита стольки прошло с моменту найбуйнейшей техногенной катастрофы 20-го стагодзя – авары на Чарнобыльской АЭС. Тогда Япония, яка имела сумный опыт боротьбы с аналогичными наступствами, допомагала потерпелым регионам Беларуси. Зараз, в связи с японской катастрофой на Фукусиме, уже беларусские медики делятся самыми сучасными и глубокими доследованиями, что тычатся отдаленно-гоздеяния цезия и стронция на организм человека и на Ваколле. У свою чергу гомельские специалисты мают вмягчимость пройти уникальную стажировку и удосконалить свое профессийное мастерство в Японии. У нас есть фонд, Чернобыльский медицинский фонд, и мы в одно время начали приглашать на стажирование молодых специалистов из Гомельской области в основном. И я очень доволен и рад тому, что эти специалисты, вернувшись в Гомель, проявляют хорошую деятельность и показывают хорошие результаты своей деятельности именно в Беларуси. И то, что опыт стажировки этому посодействовал, я очень рад. А кроме того, сегодня делегация побывала у отселенных вёсках Ветковского района, а завтра наведая онкологичную больницу в Гомеле. И еще один обовязковый пункт у маршруте. Мэр города Мацумото сустренится со своими белорусскими пациентами, яких Йон, хирург по эдукации, оперировал шмат-гаду тому на нашей земле. У меня очень много пациентов белорусских, которые сейчас уже стали взрослыми, но я постоянно стараюсь не терять с ними связи и обязательно встречаюсь с ними, когда приезжаю в Беларусь. Усяго в Беларуси Акіра Сугіноя прожива маль пять годов. Паутора з'їх у Гомеле, який мыр Мацумото пяшотно называет так само и своим домом. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, Тейра, до компании Гомель. Подадзенных областного управления МНС за почние сутки на Гомельщине сгорели два автомобили. Выпадковыми светками одного з таких пожаров у гаражным кооперативе по улице Межгородней Гомеля стала наша здымочная бригада. Прикладно, в 12 годин 50 хвилин у объекты у телекамеры трапила такая ситуация. Гараж, машина у огни, побачь у 50 метрах, у ладальник у шоковым стане. Охопленный полымем автомобиль был на газовом обсталявании. У любой момент мог отбыться его выбух. Коли прибыли выратовальники, полымя уже ущельную подобралась до багажной частки авто, где находился газовый баллон. Сама суперпожарная операция протягивалась не больше, как 5 хвилин, а ледрауляная обшивка гаража протягивала тлеть. Изновала небезпека, что соседние гаражи могут загореться. Их довелося вскрыть с допомогой спецприлад. Царод потерпел их у вынику здарения, только у ладальник сгоревшего ауто. После оказания первой медицинской допомоги от госпитализации он отморился. К моменту прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений к месту вызова автомобиль и гараж по всему объему были охвачены огнем. Предварительная причина пожара – неисправность топливного оборудования. Владелец гаража с ожогами лица и кистей рук доставлен бригадой скорой медицинской помощи. На месте пожара работали два пожарно-аварийно-спасательных подразделения Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям и следственная группа Следственного комитета по советскому району города Гомеля. Комитет держконтролю проверил якость харчавания у двух оздоровленших лагерах, які знаходятся под Гомелем. У обо двух знайшли порушенье. Так у столовой лагеря «Василек» Гомеля Нерга выполнили не все санитарные нормы, а ежу узваживали на протерменованных вагах. Як вынник, стравы на столах дятей оказались занадто легкими. Прыкладна на чверць не хапала мясных продуктов у кожной талерцы. Частка персоналу немела необходной для своей работы адукации и технология приготовления ежи не выконвалася. Ни каша, ни борщ, ни компот, які сдали на лабораторный анализ супрацунники держконтролю, не отповядали нормам закладки продуктов. Прыкладна такая ж ситуация склалася и оздоровленшим лагеры «Лясные дали» Гомельского отделения белорусской чигунки. Тут так само знайшли занадто легкие и неадповедные рецептуры порции ежи. По выниках лабораторных доследований, три узоры страв с четырех отобранных не отповядали нормам закладки сыровины. Треба значить, что аналогичные порушения были установлены Комитетом держконтролю в области у лепени минулого года. У вынику чагов был звольненный шеф-повар оздоровленшого лагера. По выниках опошней проверки оздоровленших лагеров «Василеки» и «Лясные дали» разглядается питание об притягнении виноватых до административной отказности. Наказание прежде всего понесут повара, которые допустили недовложение, готовые блюда, пищевых продуктов. Это административная ответственность. Штраф начинается от десяти базовых. Будут наказаны юридические лица, подчинение которых находится данное оздоровительное учреждение. Учли все нарушения, выявленные в ходе проверки государственного контроля, исправили их и в дальнейшем будем работать над тем, чтобы подобных нарушений не было. Как переутвориться отходы у доходы? Тем самым, значно, снизить себе кошт особных запотребованных материалов, например, для дорожного будовництва. Закрытое акционерное товариство «Металлпрофперопрацовка», размещенное у Жлобинском районе, предприемство невеликое, однако вельми перспективное у гэтым накерунку. Зараз тут займаются перепрацовкой отхода у БМЗ на шебень шлаковы. С гэтой метой реализуется отповедный инвестиционный проект. На предприемстве мкнуться шукать новые рынки сбыту, а так само развивать и поширать молодую перепрацовчую вытворчасть. Вероника Врашилина протягня. Закрытое акционерное товариство «Металлпрофперопрацовка» – это инвестиционный проект российского инвестора, у которого было укладено около 10 миллионов долларов США. Предприемство створено в 2011 году и изъявляется уникальным вытворчим комплексом, который нема аналогов в нашей стране. Тут займается перепрацовка металлургичных шлаков на шебень для дорожного будовництва. Прошим сыровины для вытворчего процесса услужат отходы белорусского металлургичного завода, которые назапашиваются годами и не мают дальнейшего применения. На предприемстве усталеваны сучасный высокотехнологичный финский комплекс по перепрацовцу продуктивностью 300 тонн в годину. За минулый год было перепрацовано около 200 тысяч тонн металлургичных шлаков и реализовано около 160 тысяч тонн шебня для дорожного будовництва. Продукция вся прошла сертификацию белдорнии, и поэтому продукция вся сертифицирована. Мы сегодня имеем много фракций для дорожного строительства шебня, начиная от 0,10, заканчивая 10,70. Продукция предприемства металлпрофперепрацовка находится в применении в разных сферах будовництвой галины – от дорожной до вырубы бордюров и тротуарной плитки. А так само выкористовываются у якости добавки у цементной правословости. Что самое важное, шебень шлаковы дозволяют разы снизить кошт будовництва, не соступающие при этом у якостных показчиках дорогому гранитному шебню. Основными с пожилцами продукции закрытого акционерного товариства металлпрофперепрацовка сегодня в большинстве своей изъявляются белорусские организации, як державные будовницшие компании, так и приватные фирмы. Межтым летость предприемства вышла на международный рынок, поспехово супрацовничая с компаниями Российской Федерации. Буквально в конце прошлого года наш руководитель проявил инициативу, проехал по Брянской области, предложил всем административным округам нашу продукцию. И у нас посыпались заявления, просьбы, предложения показать нашу продукцию, отпустить, реализовать, попробовать. Ну и радует, что даже просто для пробы, мы в прошлом году, чисто пробная продукция у нас пошла больше, чем на 30 тысяч долларов. Споняться на досягнутым тут не сбираются. Плануете далее шукать новые рынки сбыту, а так само развивать и поширать молодую перопроцовую вытворчесть. У нас развитие предприятия планируется и как в этом году, так и в следующем году. Мы подали заявку в Жлобинский исполком на выделение нам площадки на расширение 0,7 гектара для увеличения площади, для складирования готовой продукции. Здесь примерно 5 гектар вся территория, около 5 гектар земли. И этого, конечно, недостаточно. Сегодня для расширения надо хотя бы еще пару гектар. Вероника Ворошилина, Йоген Макинка, телеродо-компания «Гомель» с Жлобинского района. Доброченная акция «Дети детям» сегодня прошла в областном центре. На бученце установы «Дитячий сад» средняя школа номер 23 города Гомеля наведали маленьких пациентов в областной детячей клиничной больнице. У гостей юные доброченцы пришли с подарунками. В медицинской установе школьники передали 272 рушники, які сами ж и пошили. С початком летних каникул в установе «Адукации» стартовала перша змена летних опрационных лагерам. Тканина была закуплена при патрымце управления по праце, занятости и социальной обороне насельництва Гомельского гарвы «Канкама». Кали рушники ж были готовы, а школьники вырошили охверовать выник своей працы тем, хто маю гэтым потребу. Даречене, которая из юных доброченцев и сами колести были пациентами областной больницы. Там узробить подарунок вырошили миновито гэтай установе. Гэтый визит стал для их першим. Однако организаторы акций вырошили зарабить такие наведывания традицией. Каждый чувствует, наверное, вклад, хоть какой-то вклад в помощь детям, которые больные. Тоже государство у нас, сами знаем, сейчас очень тяжело. И мы хоть какую-то пользу, но мы оказываем и детям, и нашей стране. Мы очень благодарны ученикам 23-й школы, преподавателям, за то, что они сделали такой очень добрый жест. Всегда, когда дети вовлекаются в волонтерскую деятельность, это очень приятно. И хочется пожелать им всем, чтобы они выросли хорошими людьми, и в том числе многие из них, возможно, станут и докторами. Уже о маль месяц у Гомерии с гастролями знаходятся нижегородские дельфинары Атлантыда. Якие концертные номеры они демонструют глядачам, и как живут в перепынках помеж представлениями. У гостях у морских живел побывала Ганна Ковалева. Их коллегами по умолной сцене з'являются двое морских котиков и морских лев. По своей природе, гэтые виды живел водятся у таких морах, як Ахоцкая и Чукотская. Родным же домом для их з'является Нижний Новгород, а пляцовкое выступление у немалая частка Европы. Верасонные дельфинары Атлантыда побывал уже у многих городах и краинах. Яграфия гастролев – это Россия, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, арабские краины Утымлику и Катар, куды коллектив отправился по запрашенне самой принцессы. Для глядачов, гэтые живелы зорки с светной величины. А увольны от представлений у час любимые гадаванцы своих тренеров. У нас нет такой жесткой дрессуры, как вот иногда думают, что в цирках там убивают или еще что-то, да. Вообще, они, конечно, очень все добродушные, уже привыкшие к человеку, они целуемся, мы с ними целуемся, обнимаемся, то есть, ну, как дети наши дети. По характеру абсолютно разные, в принципе, как и люди. Мальчик, он такой больше как бы тянется к людям, такой поспокойней, скажем так, на контакт как бы идет хорошо. Вот девочка как бы немножко, ну, ведет себя, как, видите, вот начинает левать, как бы заигрываясь с людьми все время, как бы, ну, привлекает к себе внимание, чтобы ей уделили. У кожной живелы свой темперамент и свои пироваки уезжи. До речи уденью все разом яны зъедают скале 100 килограммов рыбы. Рацион подобранный вермистаранно, выгрыстовывается только морская рыба, причем в самой высокой якости. Львы, например, больше любят красную рыбку, морские котики, больше любят кальмарчики, селедочку. То есть, если животному не понравится рыбка, он ей просто выпринято и придется предложить другую. Своих тренеров яны успремают те к батьков, которые клопотятся про их 24 годины в сутки. Тут для их створены уси умовы. Вода, которую наполняют бассейн, мое особливый склад. Подтримливается пылная температура. Фильтры працуют круглосуточно. В штате Дельфинара есть даже особенный специалист, который сегодня контролирует якость воды. В программе же выступления акробатичные номеры. Утемлику и небеспечные, за делом одного драпежника морского льва. На вачах у глядача уже вёл и узнимаются до купола, спевают песни, навод молюют картины. Долучиться до концертной программы часом пропоновывают и глядачам. Причем обыяговыми выступления не покидают ни детей, ни дорослых. Даже для маленьких глядача до трех годов куплять квиток не треба. Для их представлений бесплатные. У Гомелли Дельфинары Атлантида пробудет до 24-го лепеня у Ключна. Затым протягни свою подорожу по городах Беларуси. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, телерадокампания Гомель. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернет-те по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова